Во, во, вот так, ага, ага, вот так, все. В конце прошлой недели Барнаул жег. В Лосихинское, 177, огромное производственное помещение полыхало огнем. Пожарище видела вся округа. Помещение более 4000 квадратных метров. На площади 1200 квадратных метров по горам подразделениям была проведена локализация пожара. Силы и средства пожарной охраны работают по повышенному уровню пожара. Однако днями позже сотрудники МЧС, правда неофициально, рассказали, что площадь пожара гораздо больше, чем 1200 квадратных метров. Тушили огонь 150 человек. Этого сгорания называют одним из самых крупных за последние годы. Усложняла задачу большая загрузка помещения. Со слов спасателей, там хранились товары из пластика, продукты, электроприборы, кислородные баллоны. К счастью, погибших, пострадавших нет. Точная причина пожара не названа, нет понимания и общей суммы ущерба. Но по предварительным подсчетам это сотни миллионов рублей. И это не все происшествия конца недели. Вечером 11 апреля соцсети взорвались от новостей про ТЭЦ-2. Труба рухнула. У нас на ТЭЦе труба только сейчас влупила. Я думаю, что за грохот. Железобетонная труба почти складывается. Позже скажут, от возраста ее возводили в 59-м году. Без жертвы тута вот потенциально пострадавших 90 тысяч. Именно столько потребителей подключены к ТЭЦ-2. Дело в том, что обломки трубы повреждают систему подачи топлива. В ночь потребители экстренно перебрасывают на районную водогрейную котельную. Из-за чего утром понедельника некоторые могли заметить скорее теплую, чем горячую воду. К этому времени такой проблемы уже нет. Но что будут делать с обезглавленной конструкцией? Ремонт сейчас будет стоить размером с ее сносом. То есть думаю, что в дальнейшем эта труба эксплуатироваться не будет. То есть останется две трубы у ТЭЦ? С большой вероятностью да. Мы сейчас перенесем котлы, которые работали на эту трубу, на другие трубы. Эту трубу скорее всего ликвидируем. После инцидента представители компании подчеркивали, что на ремонте не экономили. Однако, как выяснили следователи, ремонт дымохода должен был пройти еще в прошлом году. В 2020-м обследовали трубы и газоход. Руководство указывали на недостаточную работоспособность трубы и рекомендовали эксплуатировать ее после ремонта. Но его не последовало. Сейчас следователи проверяют Барнаульскую ТЭЦ-2. А вот кто совсем не расслаблялся на этой неделе, так это спасатели. Всю неделю они перемещались с одного района в другой по мере прохождения большой воды по рекам Края. Так предгорья уже скорее подсыхали после первой волны, а вот степным территориям пришлось потерпеть. Вода пришла. К счастью, подтопленных домов, по официальным данным, было всего 30. По мере необходимости оказывалась помощь. Огранизовалась перевозка через подтопленные талой водой места. Прочистка стоков, отсыпка неизменностей. С 8 по 10 апреля специалистами-взрывотехниками на вертолете Ми-8 были проведены взрывные работы на реке Чарыш. Всего было совершено 35 подрывов. Подобные профилактические работы проведены и на реке Бия. С 12 апреля в Краснощоковском, Салтонском, Петропавловском районах организована работа спасателей аэромобильной группировки Сибирского спасательного центра. Сегодня спасатели убывают в пункт постоянной дислокации. И еще один пожар, который едва не привел к трагическим последствиям. Что-то у нас в последнее время пожары, пожары. В 13.10 на пульт диспетчера ЦППС города Барнаула поступило сообщение о загорании на АЗС по адресу село Лебяжье, улица Садовая, 8. По прибытию на место пожара начальником караула был повышен ран пожара до номер 2. Горела группа резервуаров из 5 штук по 25 метров кубических. Спасатели сработали оперативно. Благодаря этому огонь не перешел еще на 7 резервуаров с топливом. Тушить пожарным пришлось и топливозаправщик. Его водитель пострадал, мужчину госпитализировали в ожоговый центр. Площадь возгорания, по сообщению МЧС, составила около 100 квадратных метров. Огонь тушили почти 80 человек. К счастью, обошлось без масштабных взрывов. Вот такой была эта неделя, богатая на ЧП. Возможно, у астрологов есть объяснение таким частым происшествиям. Хотелось бы верить, что хоть какая-то логика должна быть. Но нам остается быть внимательными, записать в телефон номер всех экстренных служб и не проходить мимо, если кому-то требуется помощь. Продолжение следует...